Русские новости 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 Здравоохранение врачей и разгром здравоохранения в Москве ребятам просто не хватает. Им не хватает того распила городского бюджета, который был раньше. Он сейчас как-то усыхает, особенно в связи с разнообразными санкциями и ответными антисанкциями. Поэтому Собянин начинает громить Москву. Поэтому ему нужны бандиты вокруг, с помощью которых он будет решать беззаконными методами свои задачи. Не надо считать Собянина мэром Москвы. Это самозванец, проходимец, вор и государственный изменник. Место ему на скамье подсудимых, а потом в тюремной камере. В одном из наших выпусков мы рассказали про Андрея Исаева, так коротенечко. А теперь эта фигура рассматривается в Государственной Думе как кандидатура на пост вице-спикера. Такая высокая государственная должность. Раньше не было таких прецедентов, чтобы публике рассказывали о том, что вот есть такой кандидат, вот такая фигура Андрей Исаев, который может быть заместит умершую вице-спикера Любовь Швецову. Про Швецову не могу сказать ничего хорошего, поэтому ничего не буду говорить. А про Исаева сказано уже много всего. Человек абсолютно бессовестный и бесстыдный. Готовый выполнить любые задания на недействующей богомерзкой власти. Ну и сам он вот, можно поглядеть на его физиономию, которая с трудом проходит даже в двери, не то что на телеэкран. Тут я увидел его в одной из телепрограмм Первого канала, которую ведет Петр Толстой. Якобы там публика собирается. На самом деле полная имитация. Организаторы передачи прекрасно знают, кому они дадут слово, а кто просто исполнит роль безмолвного свидетеля. Ну вот я был безмолвным свидетелем, хотя меня приглашали для того, чтобы я выступил как эксперт. Никакой экспертизы, конечно, не требуется по поводу вопроса, увеличивает ли пенсионный возраст. Конечно, вся страна знает, что нельзя. Нельзя, потому что люди к пенсионному возрасту, который установлен ныне, изматывают свое здоровье. Здравоохранение как таковое уже уничтожено и разрушено. И работы нет. Просто нет работы для людей пенсионного возраста, даже предпенсионного возраста. Очень трудно людям найти работу. Ну, устраивает обсуждение для чего? Для того, чтобы Андрей Исаев свою физиономию всунул в телевизор и сто раз сказал, что нельзя увеличить пенсионный возраст. А почему? Потому что это решение президента и руководства Государственной Думы, в которое Андрей Исаев как раз и входит. Ну, просто хочет еще на одну ступеньку выше подняться. И Петр Толстой с его передачей ему очень основательно помогали. Помогал и пришедший на передачу инициатор обсуждения, заместитель министра финансов Моисеев, который рассказывал, что оказывается повышение пенсионного возраста, это и есть социальная справедливость. Потому что нынешний пенсионный возраст устанавливался в 30-е годы. А тогда люди жили куда как тяжело. И мужчина после 60 лет, вместо того, чтобы получать пенсию, он просто умирал. Ну, а теперь не умирают вот такие негодяи. А женщины вообще там до 80-85 живут. Это же надо, чтобы пенсионный срок был сравним со сроком трудовой деятельности. Ну, просто безобразие. И вот социальная справедливость якобы требует того, чтобы у нас пенсионный возраст был поднят хотя бы на 5 лет. Об этом говорил заместитель министра финансов. Но говорил только с одной целью, чтобы тема была распечатана, чтобы она оказалась как бы неочевидной. Чтобы нам другие преобразования в пенсионной сфере показались бы не такими страшными. Занимаются этим. Я уверен, что пенсионный возраст поднимут. И фактически нас лишат пенсии вообще. Я уже лет 5 назад говорил о том, что в 40-летнем пенсии не светят. От вот этого режима олигархии не будет вам никаких пенсий. Ну, а Андрей Исаев будет уговаривать, что будут пенсии. Будут, будут. Ну, да, будут они. Только прожить на них будет невозможно. И начнут их выплачивать только когда вы уже готовы будете лечь на смертный одр и подождать несколько месяцев, пока соберется сумма на ваши похороны. Главная новость сегодня у нас это обсуждение состоявшегося русского марша и других событий, которые произошли в так называемый День народного единства. Потоки грязи, которые вылились на головы участников и организаторов русского марша в Москве от Октябрьского поля до Щукинской, просто запредельные. Грязь льют не только завсегдаты социальных сетей, но и те, кто причисляют себя к русскому движению. Видимо, причисляют ошибочно. Потому что такой грязи не было в предшествующие годы. Сейчас люди, организовавшие антирусское шествие под названием «Русский марш в Люблино», не пропустили, конечно, повода отпраздновать свое полное поражение и отметить успех шествия на Октябрьском поле тем, что вылить на участников этого шествия помои, которые, видимо, копились там в душах очень долгое время, ну и вот теперь холестануло, что называется, из гряземетов по русскому движению. Собственно, от тех, кто сам себя пытался долгое время называть русским движением. Ну, так вот, эти люди, национал-предатели, конечно, к русскому движению не имеют никакого отношения, и теперь как раз мы очень четко можем разделить. Кто попытался дискредитировать русский марш на Октябрьском поле, вот эти люди себя из русского движения исключили. Кто с нами, тот с нами, кто не с нами, тот идет лесом. Ну, все-таки, говорить нам о Люблинском событии не очень интересно, и об этих людях, и характеризовать там все характеристики налицо, они в виде картинки показаны, и что там обсуждать. Давайте вот посмотрим на те безобразия, которые были у нас в центре Москвы, День народного единства, что за шествие. Очень интересное, конечно, событие, не имеющее никакого содержания. То есть, как будто в Кремле больше уже нет нормальных сценаристов, которые могли бы организовать массовое шествие и насытить его, ну, хоть чем-нибудь. Здесь же мы увидим, вот сейчас мы сделаем такую выжимку из трансляций, ну, просто сущий бред. Кто выступает на сцене, ну, городят просто полную чепуху. Хорошо, если просто поздравят собравшихся с праздником, а если начинают что-то говорить от себя, высказывать какие-то идеи, то это, ну, просто бред сивой кобылы. Чего только не наговорили. Те, кто шел по Тверской улице, потом участвовал в митинге, что это за люди, кто это. Мы видим огромное количество мобилизованных солдат с флагами офицера России. Нет такой организации, не было никогда. И под флагами идут, конечно, не офицеры, а мобилизованные курсанты московских училищ, военных училищ. Мы видим огромное количество студентов, которые мобилизовали, прежде всего, из Бауманского института. Ну, видимо, такая тоже там мобилизационная готовность к выполнению воинского долга. А если ты эту готовность не готов проявить, то, значит, тебе нечего делать в Бауманском институте. Вот поэтому огромное количество студентов, мобилизованные дворники, ну а как же еще организовать массовость, заполнить Тверскую улицу. Разные бюджетные организации тоже, им была прислана разнарядка, в том числе и областным структурам, которые были выведены на площадь. Мы не видим никаких плакатов, ничего, вообще полная бессмыслица, кроме растяжки «Мы едины», больше ничего. Для чего собирались-то? Сказать, какие мы хорошие, у нас многонациональная страна, мы все дружны, ура, и да здравствует Путин. Все, больше никаких содержательных моментов в этом шествии и в последующем митинге не было. Ну и песенки какие-то там со сцены, тоже не пойми что. Замечательная озвучка при движении, какие-то детские песни, которые слушаются, ну настолько двусмысленные, когда вы посмотрите эту трансляцию, ну из двухчасовой мы сделали коротенькую выжимку, ну вы ужаснетесь, когда поют про кокосы и бананы, жуй кокосы и ешь бананы во время движения колонны, то это намек, что осталось людям делать, не заниматься политикой, не смотреть, что творят чиновники, не понимать, что творится в стране, а вот жевать кокосы и бананы. Ну и когда поют известную песенку из фильма «Буратино» «На дурака не нужен нож, ему с три короба наврешь и делай с ним что хочешь». Это прямо про вот эту толпу, которая течет по Тверской улице, и видимо такие остряки, сценаристы поставили эту мелодию для того, чтобы, в общем, всем было понятно, кто они такие, дураки, на которых не нужен нож, и вот они вышли с этими флагами, непонятно за какие ковришки и что им даст это движение, ну кроме позора, наверное, больше ничего. Я бы назвал вот это шествие «Марш как фарш», фарш из человечины. Вот синие знамена, например, показывают, что это такое, это офицеры России, синие, голубые, что-то такое непонятное, почему на голубом фоне «Офицеры России» написано, что это такое, что имеется в виду. Никогда этой организации никто не слышал и никогда она ничего не делала. Или это просто не организация, а просто возвещение о том, что существуют некие офицеры России. Ну, существуют и существуют. Давайте послушаем, что происходит такое. Вот барабаны стучат, это впервые, это, видимо, они заимствовали с русских маршей. Вот несут с паса, а никто его не видит, потому что несут ниже пояса. Зато вот, смотрите, солдатики бедные идут. Что-то там кричат. Что-то радостное и невнятное, как у Ильфа и Петрова. Физкультурники раздельно кричали что-то невнятное. Вот примерно то же самое. Мы едины, вот фашизм не пройдет. Все, Путин наш президент. Или что там, в единстве наша сила. Все, абсолютно бессмысленные, бессодержательные. Вот белогривые лошадки поют, флаги размахивают, мегеры. Молодая гвардия Единой России. Нет такой организации, но флаги зато есть. И есть кому заплатить, чтобы эти флаги тащить. Вот этот желток, выдавленный из яиц, это справедливая Россия. Вы думаете, это члены справедливой России идут? Да ничуть, ничуть. Это, вот смотрите, барабанщицы. Тоже когда-то ДПНИ этих барабанщицы выводила. Для чего? Непонятно совершенно. Вот смотрите, вот тетки какие-то. Это якобы партийцы справедливой России. Ну, не смешите. Не смешите. Вообще, очень юмористическое зрелище. О, герои. Кто это? С непонятными флагами. Ну, опять барабанщицы. Что они символизируют? Вместе мы что? Непонятно что. Сила опять. Вместе мы сила. Вот желток справедливый России вытекает. Вот они, сила. Голубая сила. Непонятно чего. Офицеры России, офицеры России, офицеры России. Они сила. Вот ему покажешь медный грош, поет за кулисами. Ему покажешь медный грош и делай с ним что хочешь. Ну, это про жадину. Вот, видимо, жадины собрались, им заплатили медный грош. И делай с ним что хочешь. Вот видите, какая толпа за медный грош удавилась. Мы верим в страну, мы верим в Путина. Ужас просто. Надо верить в Бога. А вот в Путина верить, это просто ужас. Бауманцы идут. И снова бауманцы идут. Сколько они поставили человеческого мяса в этот фарш. Крокодилы-бегемоты. Обезьяны-кошалоты. И зеленый попугай. Вот состав колонны, которые организует правящая партия и кремлевская шайка. Вот это непонятно кто. Я так и не разобрался. Черно-желто-белый флаг. Что-то там такое. Чего-то Руси. Непонятно что. Вот человек в Кафтане впереди стоит, в Средневековом. Для чего он вырядился? Непонятно. Флаги черт знает чего. Никто не может понять. Вот голубые у нас это офицеры России. А, ну и вот это такой псевдорусский стиль. Не поймешь. Что-то среднее между русским. Да. За дружбу народов. И какие-то красные флаги почему-то. Профсоюз студентов опять Бауманский. Вот этот флаг я тоже не могу разобрать. Такое впечатление, что смайлик нарисован с одним выбитым глазом. Что там такое, не пойму. Дагестан, конечно, идет. Дружная семья народов. А Чечня где? Ну где-то флаги чеченские должны быть обязательно. Вот они тоже, эти смайлики. Непонятно, что написано на них. Такие жуткие улыбочки. А это вот что такое, смотрите. Дикие горцы. Что-то они вот в танцовую. А вон там какой-то якут за ними идет. 200 народов, одна судьба. На маленькой бумажке написано. 200 народов, одна судьба. Вот он, фарш течет. Много народу, да. Никто не оспорит. Кремль может собрать и больше, наверное. Если еще расстрелом будет угрожать, то вся Москва выйдет. Вот школьников, бедолаг мобилизовали. По знамена народного ополчения пошли и бедные, и богатые. И ратники, и крестьяне. Представители всех национальностей. А вот это кто? Я так и не знаю. Опять все национальности. Ну, конечно, открывает митинг певец Кобзон. Известные национальности. Ну, это вот первый кусочек. Не только русские, но все и чуваши, и марийцы, и булгары. Вы помните лозунг «Пролетарии всех стран соединяются». Ну, вот они и соединились. Пролетарии. Пролетели пролетари. Пролетарии всех стран опять соединились сейчас во время проведения акций. Что молотит человек, который мог бы и не выходить на трибуны? Это же Леонов, космонавт, герой. Ну, зачем ему тащиться на это безобразное шествие, и говорить всякую чушь с облачью? Революция через тройки. Об этом надо всегда думать. Ну, по сарам, что-то там написано. Но то, что объединяет людей, это дороги. Вот это, послушайте. Древние римляне понимали, что без дорог не можно построить государство. Не надо искать какую-то идею где-то национальную. Не надо думать о Луне и Марсе. Давайте мы сделаем национальной идеей строительства дорог. Если его не остановить до утра, это гарантирует. Я представляю многотысячную армию горняков Кузбасса. Опять про национальности интересно. Это люди разных национальностей, разных веры, разных возрастов. Но мы все едины. Мы все верим в будущее нашего государства. Верим в нашего президента и поддерживаем его. И танцульки. А теперь дискотека. Мы же поддерживаем президента. В давние времена на площадях собирались наши предки. Вот наши предки, смотрите. Думать, как управлять государством, как управлять отечеством. Приглашать на управление князей. Призывать, издавать обязательные для всех законы. И тут выходит ВИИ. Поднимите мне в веки. Товарищи друзья, это сильном государстве. С Лениным в башке. Вон он там просвечивает. В Ленин. И когда нарушался хотя бы один столб. Не случайно красное знамя Октября было водружено над Рейстагом. Это великое наше знамя победы. Наша любимая родина, советская страна. Вот этот урод. Ну это просто что-то. Этот праздник. Представляете, сколько мы ждали этого праздника. Только у нас такие праздники. Мы все дали очень много. И сегодня в небе Европы опять русские самолеты. Никакие санкции не потерпим. Только у нас с вами такой праздник. Четыре парламентские партии в одной колонии. Вместе с нашим многонациональным народом. А наши враги это коррупция. Это истинное истребление всего нашего многонационального народа. Кошмар. Действительно это карнавал. Наша парламентария. Карнавал, который называют политикой. Сегодня здесь много флагов. Много женщин. Слава нашим женщинам. Впервые прозвучало. Вот Моткин. Ну зачем он вылез? Ну зачем? Подождение прозвучало в словах нашего президента. Наконец-то мы услышали. Русская цивилизация. Русский язык. Русский мир. Путин 15 лет готовился к тому, чтобы сказать русскую историю. Насильно мил не будешь. Давайте пожелаем им уехать отсюда к чертовой матери. Я бы даже, наверное, сказал, что... Петренко, зачем он выпил перед тем, как выйти на сцену? Ну, безобразие. Скажите, я благодаря своей профессии... Да. ...я объездил всю нашу страну. Я счастлив жить в ней. Я знаю, что мы говорим на разных языках. Мы поем разные песни, говорим на разных языках. Председатель общины крымских татар Ленур Усманов. Член общественной палаты Российской Федерации Сангаджи Тарбаев. Председатель Совета землячеств Украины в городе Москве Николай Иванович Челумбитько. Добрый день, дорогие братья и сестры. Если вспомнить Бородинское сражение, то одним из самых лучших полков его императорского величества Александра Первого была Крымская конница. Мой дед... Мой дед воевал в Великую Отечественную войну, а брадед был в личной охране Николая Второго. Я, крымский татарин, стою здесь, на Красной площади. Желаю вам мира, дружбы и процветания. Мы участвовали во всех войнах, которые вела Россия, начиная с Полтавской битвы. Если что-то пошло, то я за национализм. Но за единственный национализм. Национализм единой, дружной российской нации. Но очень важно не скатиться в ура-патриотизм. Мы большая, великая, многонациональная страна. Сегодня мы многомиллионная армия, многомиллионное сообщество. Россиян, украинское происхождение. День народного единства, это прекрасная возможность. Именно в России немецкая принцесса стала великой русской императрицей Катерины Второй. А еврей-химик, великим ученым... Еврей-химик стал Дмитрием Менделеевым. Дмитрием Менделеевым. Давайте все улыбнемся. С праздником, друзья! Спасибо! Жуть и кошмар. Жуть и кошмар, что происходило. А за несколько дней до праздника в интернете было объявление о наборе желающих поучаствовать в массовке. Обещали по 200-300 рублей. Ну а что в Люблино? Люблино невозможно обсуждать, потому что там было только шествие, там не было митинга, не было никакой совместной резолюции. Вообще просто пустопорожные мероприятия, короткая дистанция. Прошли порядка 2000-3000 человек. Нахулиганили, человек 40 схватили. Средства массовой информации все написали, что шествие в Люблино прошло без эксцессов. Наврали, конечно. Конечно, самое неприятное, конечно, это история с плакатом, который они вывесили «Спасибо деду за попытку», где были портреты Бронислава Каминского и Андрея Шкуро. Про Каминского ничего сказать не могу. Шкуров все-таки это белый офицер, заслуженный перед царем и отечеством, получивший во время Первой мировой войны много наград. Но оказавшийся в гитлеровском вермахте, тем не менее, он не предатель, не изменник, он никогда не присягал советам. Это русская трагедия оказаться не там, где отечество призывает. Со стороны казаков, которые ушли от Советов и обосновались в Европе, конечно, не было никаких военных преступлений, но была жуткая казнь. Повесили на проволоке, потом тела сожгли. Конечно, никакого судебного процесса не было. Дела до сих пор засекречены. Почему засекречены? Потому что там сплошное вранье, сплошная подтасовка. Но, тем не менее, написать на плакате «Спасибо деду за попытку», имея в виду, что хороша была бы успешная попытка, и чтобы гитлеровская Германия победила, Советский Союз, это бесстыдство самой последней степени. Собственно, это то самое бесстыдство русофобии, которое желает поражения своему отечеству. Неважно, какая власть, кто там стоит во главе государства, преступник Путин или живодер Сталин, желать поражения своему отечеству. Но это самая последняя низость. Это исключает человека из состава русской нации. И вот эта вот шоколота, которая там орала матерные речевки и несла этот плакат, конечно, к русской нации не имеет никакого отношения. Может быть, они россияне. Вот такая форма россиянства. Ненависть к своей собственной стране, ненависть к своей собственной истории, ненависть к русскому народу. Вот с этим плакатом могли идти только люди, ненавидящие Россию во все исторические ее периоды, ненавидящие русский народ, каким бы он ни был. Ну и вот вся эта затея с Люблинским маршем, конечно, это, я надеюсь, уже последнее их деяние. И больше не будет таких русских маршей. Не зря их организатор сказал, что это последний русский марш. По его представлениям, русское движение разгромлено. По нашим представлениям, оно живое. И вот сейчас оно избавляется от этой шушеры, этих ПТУшников-рософобов, которые собирают непонятно где, непонятно каким образом. Их осталось очень мало. Надеюсь, что в следующем году их не будет вообще. Русский марш действительно будет русским. Наши русские марши за Новороссию, я думаю, в следующем году определит ключевую тему. И коалиция, которая сложилась, вновь проведет русское шествие. Не карнавал, который устраивается на Тверской улице, не карнавал бесстыдства, который устраивается в Люблину. Мы снова проведем свой русский марш, русской национальной коалиции. Я думаю, к тому времени эта коалиция уже сложится. Ну, еще был тот карнавал в Крыму. Там глава Чечни танцевала лезгинку под флагами Единой России. И люди шли в татарских национальных костюмах. Жуткая вещь. Как попали крымчане, это кошмар. Из-под пяты одной олигархии попали под пяту другой олигархии. Один хомут поменяли на другой. И сейчас вот еще им многонациональность впихивают. С главными людьми теперь. В Крыму будут чеченцы и татары. Вот такая вот путинская любовь к русскому народу. Он что-то там вспомнил, что-то брякнул про русский народ. Но от этого он не стал ни русским лидером, ни легитимным президентом. Как был проходимцем, так и остался. Ну, вот еще у нас, конечно, нужно обсудить тему участия Игоря Стрелкова-Гиркина, Игоря Всеволодовича Гиркина, в русском марше, который предполагалось, но не состоялось. Много лжи по этому поводу. Игорь Гиркин не обещал нам, что он придет на русский марш. Он только призвал к участию в этом марше. Сам не пришел. Но в последний момент, увидев русские новости, увидев, что там вставлен кусочек из его приглашения, то есть, собственно, само приглашение, обоснование целиком было давать слишком длинно, эти длинноты были срезаны, собственно, осталось одно приглашение. Казалось бы, цитата, она ничем не обязывает. Того, кто цитирует, тем более, что она никак не комментировалась. Но это вызвало какую-то обиду. Вечером, в понедельник, русские новости вышли, а утром во вторник, уже в день, когда должно было состояться шествие русский марш за Новороссию, Игорь Гиркин объявил, что у него есть основания не приходить. Вот какие основания он выбрал. Послушал только что выступление Савельева 3-11-14, то есть, накануне. Я знаю, что он не единственный организатор марша. Знает. Тогда в чем вопрос? И не он приглашал меня поддерживать данное начинание. Не приглашал. В целом, с его позицией не согласен. Не согласен. С какой позиции, не очень понятно. Она не излагается. Я не понимаю, что там не понял в ней, или что понял Игорь Гиркин. Но вот Игорь Гиркин не согласен с моей позицией. Не потому, что он критикует российских олигархов. Это можно. А в связи с тем, что категорически не разделяю ее призывов к сносу государственной власти в России. Ну, нет у меня таких... И не было никогда таких мыслей. Снос политического режима, уничтожение врагов России, очищение власти от изменников, воров и предателей. Это нормально, да? Против этого, что ли, Игорь Гиркин? Не понял. Худшее, что могут сделать русские патриоты в настоящее время, это поддержать лозунги свержения президента в ситуации внешней войны. Внешней войны пока нет. И речь идет не о сносе президента, а о отстранении от власти самозванца. Поэтому здесь какое-то непонимание. Видимо, самозванец и президент в глазах Игоря Гиркина – это одно и то же. Это прямой путь к новой войне гражданской, выгодной только исключительно врагам России. То есть, та гражданская война, которая сейчас идет, это, оказывается, вовсе не имеет никакого отношения к тому человеку, который называет себя президентом России. Это не значит, что у нас все хорошо, и что следует радостно приветствовать этот уровень социальной несправедливости, что существует ныне. Но устраивать революции и перевороты в такой ситуации означает примерно то же, что поджечь свой собственный дом со всеми родственниками и имуществом, чтобы избавиться от налогового инспектора. Но никто не призывает поджигать свой собственный дом. Выгнать из дома негодяев, которые как раз этот дом поджигают со всех концов, мы только тушением занимаемся. Мы только и стараемся спасти свой дом. Ну, видимо, принципиально разное понимание роли Путина и его шайки между мной и полковником Гиркиным. Вот именно это является основанием, почему он не пришел на русский марш. И, видимо, мы с ним расходимся в этом вопросе действительно кардинально. Меня очень заинтересовало интервью в «Комсомольской правде», который Игорь Гиркин дал обозревателю Исраэлю Шамиру. Кто такой Исраэль Шамир, я, честно говоря, не знаю. Почему-то он там пользуется большим авторитетом. И говорят, что он покинул Израиль и своих единоверцев и единородцев теперь не очень жалуют. Ну, вот что он пишет. «Отставной командарм Новороссии полковник Игорь Иванович Стрелков должен был прийти на русский марш. Его именем собиралась демонстрация». Ну, это неправда. Но он решил не пойти. Его ждали многие патриоты и националисты. Ну, кое-кто действительно ждал. И даже у меня спрашивали, а где Стрелков? Ну, откуда я знаю, где Стрелков? Я с ним ни разу не встречался, на русский марш его не приглашал. А его приходит сообщил националист Андрей Савельев. Это вранье, он не сообщал. И это сообщение вызвало смешение чувств даже среди националистов. Впервые слышал о каком-то смешении. Ведь Андрей Савельев спорная, неоднозначная личность. Ну, кому? Израилю Шамиру судить об этом? Бывший член Государственной Думы. Это что-то сомнительное. Основатель партии Великая Россия. Это тоже что-то такое сомнительное. Член ДПНИ. Ну, это было давным-давно и закончилось в 2008 году. Уже много лет прошло, где находился Исраиль Шамир, я не знаю. Монархист. Это меня как-то дискредитирует. Симпатизирующий власовцам. Это вранье. Считающий, что Россия оккупирована. Это так. Но горячий приверженец Новороссии. Это разве противоречит одно другому? Россия оккупирована, Новороссия ведет войну с оккупантами. Окупанты – это и киевская хунта, и московская олигархия. В этом есть противоречие. В общем, у Исраиля Шамира такой образ врага создался в моем лице, и он этот образ врага постарался передать Игорю Гиркину. Тот, как я понимаю, поддался на это, и вот у него спрашивают, почему он не пошел на русский марш. И Стрелков Гиркин отвечал на этот и другие вопросы. «Я утром услышал выступление Савельева, оно меня возмутило. Он крайне некорректно использовал отрывок из моего видеообращения. Это как же некорректно. Взял само приглашение и разместил в контексте приглашений на русский марш, где я призывал выйти на марш в поддержку Новороссии и вставил между своими призывами к совершенно иным политическим лозунгам. А что, я не имею права свои политические лозунги оглашать? Я должен говорить только то, что говорит Стрелков? Ну что за чепуха? Наивность какая-то. Меня не Савельев приглашал, а другие люди, связанные с семьей погибших бойцов. Я не разделяю многие политические идеи Савельева. У нас многие люди имеют разные взгляды, те, кто приходят на русский марш, но они находят поводы для единства. Игорь Геркин не нашел. Почему-то приглашали его одни на русский марш, а не пошел он, потому что мои взгляды ему не понравились. С какой стати? Я надеюсь, что на марше не будут звучать лозунги против нашего президента, потому что меня такие призывы совершенно не устраивают, я их не разделяю. Ну, это личное дело полковника Геркина, разделять или не разделять. Мы не планировали никаких лозунгов против Путина, и они не звучали. Они звучали только в одном из выступлений на трибуне прошедшего митинга. Но я, например, слово Путин вообще не произносил, как и было оговорено на оргкомитете. Давайте оставим этот вопрос в покое. Мы и оставили. Но вот полковник Геркин почему-то как-то вот завибрировал, почему-то испугался того, что при нем кто-то плохо скажет про Путина. Боже мой, откуда такая пугливость? Я не понимаю. Вы опытный человек, Игорь Иванович, неужели вы не знали, кто такой Андрей Савельев? Ну, действительно, можно было бы поинтересоваться, кто будет участвовать в русском марше. Если уж человек посмотрел там какой-то ролик, можно было заглянуть в Википедию или заглянуть на какие-то ресурсы, набрать Андрей Савельев, увидеть мой собственный сайт, прочесть биографию, какие-то проблемы. Вот что отвечает Игорь Геркин. Вопреки тому, что обо мне говорят, я никогда не занимался славянскими националистическими движениями, не знал действующих в этой области людей. Ну, так стоило бы тогда узнать, если уж заниматься политикой. Со многими из них я повстречался впервые с политическим раскладом, я не был знаком. Ну да, то, что стариковские ребята рядом сидят, это какая-то случайность, которую обложили со всех сторон. Меня привлекло то, что Савельев поддерживал Новороссию, и только сегодня утром я понял, что у меня есть другая политическая повестка дня. То есть Игорь Всеволодович расписывается в своей наивности. Он, оказывается, не знает, что есть такая повестка дня антиолигархическая, антипутинская, потому что Путина считают предателем, изменником и тем, кто сливает Новороссию и проводит какую-то закулисную игру с Порошенковским режимом. И ориентирован на Америку был до последнего года самым очевидным образом. Вот всего это не знал полковник Гиркин, он вообще ничем этим не интересовался. Тогда зачем он вообще об этом рассуждает, я не понимаю. Может быть, нам встретиться лично, переговорить, какие-то взгляды, изложить друг другу свои аргументы. Вот зачем начинается полемика через средства массовой информации, тем более не очень чистоплотный интервьюер, который крайне превратно продемонстрировал мои собственные взгляды. Мне хотелось, чтобы в демонстрациях за Новороссию участвовали люди разных взглядов, в том числе люди с социалистическими идеями и, конечно, националисты. Но с людьми, выступающими против российского государственного строя, мне делать нечего. Мне тоже нечего. И никогда ни наша организация, ни вообще все организации, с которыми мы сталкиваемся, не участвовали в агитации против государственного строя. Мы за российское государство, но мы против шайки предателей, которая сейчас изобралась в Кремль. И мы ни с какими социалистическими идеями ничего общего не имеем, Игорь Всеволодович. Не имеем мы. Мы русские националисты, русские патриоты, национал-патриоты. Мы государственники, мы традиционалисты. Но социалистические идеи – это идеи враждебной России. Это марксизм, это XIX век и все эти последующие эпохи просвещения. Может быть, вы и этого тоже не знаете. Но тогда зачем об этом рассуждать? Про социалистические взгляды, про националистов. И дальше заключает Шамир таким образом. Итак, Стрелков упорно не желает вписываться в русскую политическую жизнь, и уж тем более в крайнюю оппозицию. И остается верным своему народу, своему президенту, своему командованию. Боже мой, какая это просто жуть. То есть, крайняя оппозиция – это те, кто против, оказывается, действует против народа, против президента, против какого-то там командования. Но против народа у нас действует пока только ныне действующая государственная власть. И говорить о том, что мы, русские националисты, являемся крайней оппозицией – да мы являемся традиционалистами. У нас ничего крайнего нет. У нас как раз среднее. Мы как раз за то, чтобы были уничтожены все следы либерализма в России, уничтожена олигархия, уничтожена антинародная бюрократия, восстановлена социальная справедливость. Но без социализма только, без социализма. Или как у вас там? Шамир. Вот я путаю. Шамир, Шарундов, в общем, какая-то разница. Кому-то это, возможно, не понравится, но Стрелков мало интересуется общественным мнением. Он делает то, что считает правильным. Ну, конечно, как герою зачем ориентироваться на общественное мнение, на правду, на истину? Давайте мы все это переступим. Конечно, для журналиста плевать – власовец, не власовец. Он назовет власовцем, значит, ты будешь власовцем. Вот как этот недобросовестный Исраэль меня назвал. Ну, ладно, бог ему судья. А я хочу привести слова Игоря Ивановича Стрелкова о двухлетней давности. Ну, ему, по крайней мере, приписывают. Не могу сказать, что это именно так. Ну, вот что, якобы, Игорь Стрелков два года назад писал. В том-то и дело, что Путин десять лет устраивал Запад практически полностью. Он нарезал вооруженные силы. Воевать, кстати, Амеры умеют куда лучше, чем наша нынешняя армия, вернее, ее огрызки. Завершил процесс тотального превращения полиции в коррумпированную сверхудозенную систему. Спокойно наблюдал за деградацией наукоемких производств и производств вообще. Отдал в аренду космос, дарил целые куски территории – Норвегии, США, Китаю. В чем же причина их резкого наезда на Вавана? Я полагаю, имею к тому основание, что их более не устраивают темпы развала. По их собственным внутренним причинам им требуется развал быстрый, чтобы можно было оперативно разграбить РФ путем ее контролируемого распада и заткнуть дыры в собственных экономиках. Далее США не нравится китайская ориентация Путина. Россия, как сателлит Китая, а реально равноправие РФ с Китаем невозможно, для США очень опасно. Вопрос только в другом. Для самой России ее подчинение Китаю тоже совершенно гибельно. В первую очередь экономически, а потом и этнически. Почему Ваван сбрыкнул? Почему оказался во врагах? Именно потому, что он хочет править РФ до самого конца дееспособности, как минимум до 2024 года. И править именно всей страной. США это допустить не намерены. Но даже если представить, что США и откажутся от своей идеи, например, если Путин пообещает им сдать все ядерные арсеналы, то под путинской властью за 12 лет Россия догниет сама и без всяких революций. Ибо его команда умеет хорошо только одно – пилить и вывозить отпиленное за рубеж. Они здесь работают вахтовым меданом. Свои дворцы, семьи и яхты они держат на западе. Со всеми вытекающими последствиями. Вся проблема заключается в том, что Ваван дает воздух для тех же самых оранжевых, которые финансируются теми же самыми олигархами, которые его окружают. И они ему морально близки. А вот покажите хоть одну крупную патриотическую газету, хоть одного настоящего патриотического лидера, которого пустили бы на ящик. Кроме жирика, клоуна на окладе, никого нет. Никого. Вове не нужны настоящие конкуренты. На днях он встречался с Ивашовым. Ну, то есть речь идет о начале 2012 года. Прекрасный пример. Ищет поддержки патриотов, но сам буквально месяц назад не дал тому зарегистрироваться кандидатом в президенты. Почему? Да потому что озвученные по телевизору идею Ивашова могли стать для него и у мафиозной кодлы более смертельным ударом, чем все вопли либералов. Так что пусть будет революция, даже оранжевая. А там посмотрим. Офисных хомячков мне совершенно не жалко. Пусть дохнут и бегут на запад работать полотерами и проститутками. Нормальные люди выживут, как выжили в 17-м. Ну, будет у нас военная диктатура, и все обязательно кончится. Будет карточная система, тоже не страшно. Наши родители при ней родились, ничего. Куда здоровее нас. Запретят аборты, педиков всех к стенке, варьё тоже. Все нации республики в губернаторскую систему. Россия и демократия все равно понятия несовместимые. А честный царь или диктатор куда лучше, чем продажный парламент. Вот только Вова для этого не годится. Его время ушло. Но вот в этом куске текста, пусть он достаточно длинный, но тем не менее он отражает многие представления о жизни, которые мне близки. Мне единственное не близка оранжевая революция. Я бы хотел национальной революции, а вовсе не оранжевая. Потому что оранжевая будет погромом. А национальная революция, наоборот, будет восстановлением порядка. Мы живем в состоянии хаоса. Многие думают, что ах, революция, революция, ужас какой. На самом деле революции бывают разные. В данном случае речь идет о революции, которая просто восстановит элементарный порядок в стране, которого нет уже давно. Некоторые думают почему-то, что Путин такой диктатор, всех к ногтю. Да ничего подобного. Просто варьё выстроилось в пирамиду, сверху донизу, так называемую вертикаль. А все остальное в полном хаосе. Восстановление порядка – это и есть русская национальная революция. Не организация хаоса, а ликвидация этого хаоса. Не знаю, насколько этот текст соответствует сказанному Игорем Стрелковым. Но вот теперь Игорь Геркин говорит немножко по-другому. Тоже приведем цитаты. Сколь критически не относился бы я ко многим и многим боевым внутриполитическим решениям президента, почему боевым, не знаю, в условиях развязанной против нас войны, считаю необходимым, безусловно, выступить в его поддержку как единственного легитимного главнокомандующего, главного гаранта свободы и независимости страны. Пока же я могу только сказать, что необходимо в любом случае строго воздерживаться от любой оппозиционной деятельности, от деструктивной оппозиционной деятельности и понимать, что против нас ведут войну. И в условиях войны любой мятеж в тылу – это только на руку врагу. С момента прихода к власти Путин начал исправлять катастрофу 90-х, укращать все власти и олигархи, национализировать элиты, восстанавливать разрушенную экономику. Ну вот со всеми этими высказываниями я полностью не согласен. Самый деструктивный элемент, который сегодня существует в российской государственности – это сам Владимир Владимирович Путин. Именно он виноват во всем, что произошло в России. В тотальной коррупции, которая охватила страну, в измене, которая охватила всю страну, в запредельном хамстве чиновничьей бюрократии и во многом другом. В развале экономики, в развале армии. Сердюкова кто назначал? Игорь Всеволодович, кто назначал Сердюкова? И кто отмазал его от уголовного дела за измену Родины? Ну, конечно, Владимир Владимирович Путин. Вы не знали или вы думаете, как-то это по-другому произошло? Может быть, Америка диктует все еще? Ну, а что у нас происходит в Новороссии? Давайте поглядим. Вот сообщение от 6-го числа от ополченца с позывными «Лодка». Здесь просто ад в Ясиноватой. В Ясиноватой вошла танковая колонна. Крестные районы подвергаются мощному обстрелу. На балке стоят укрские танки и бьют прямой наводкой. Люди в городе, несмотря ни на что, спокойны. Идет жестокий бой. На станции двое железнодорожников погибли и семь ранены. В результате атаки украинских силовиков. Дебальцево, Счастье, Волновахо, Донецк, Макеевка, Ясиноватые. Везде тяжелые бои. Перемирие отменилось. Украина и в одностороннем порядке. Донецкие больницы переполнены ранеными и погибшими ополченцами. И мирными жителями. Сегодня штурм Донецкого аэропорта длился уже пятый час. С 9.00 у киборгов около 22 сотых. То есть идет самая настоящая война. А Россия находится сбоку. Добровольцы едут, добровольцы сражаются. Добровольцы перечисляют деньги. Добровольцы собирают гуманитарную помощь. Все делают добровольцы. Государственная власть занимается имитаторством. То есть предает русских людей, которые сражаются против банд, сформированных закулисными силами и брошенными против русских людей. Предательство русского народа является для Путина, его компанией, нормой. Нормой, Игорь Всеволодович. Вот есть вопросы, которые один из пользователей социальной сети ставит Путину в связи со сложившейся ситуацией. Почему Путин проигнорировал обращение Съезда народных депутатов Юго-Востока, который еще 23 февраля попросил Россию ввести войска для прекращения насилия на Украине, а также для запуска бескровного цивилизованного развода по примеру Чехословакии? Почему Путин проигнорировал обращение легитимного президента Украины Януковича, который тоже обратился с просьбой о выводе войск на Украину, ибо понимал, что уже к лету начнется кровавая гражданская война? Почему Путин проигнорировал обращение лидеров молодых народных республик Юго-Востока Украины, которые на протяжении всего марта-мая обращались к России с просьбой о признании их, а также с надеждой на запуск процесса воссоединения земель? Почему Путин проигнорировал результаты референдума в ДНР и ЛНР, тем самым оставив эти республики без должного юридического статуса и допуска на трибуны ООН? Почему Путин проигнорировал, если не миллионы, то сотни тысяч русского и русскоязычного населения Юго-Востока, которые почти всю весну провело на улицах своих городов, скандируя «Путин, Россия»? Да плевать он на них хотел. Почему Путин так и не ввел бесполетную зону, не ввел миротворческий контингент, хотя прекрасно знал, что никакой ядерной войны не начнется из-за нищей Украины? Почему Путин, имея в своем подчинении одной из самых сильных армий в мире, но это под вопросом большим, так и не решился на защиту русского и русскоязычного населения, ограничился лишь сгущенкой, военторгом и поминальными свечами? Почему Путин заступился за наших православных братьев-осетинов, но не заступился за русских дончан? Почему Путин решил призвать ДНР и ЛНР к миру, именно тогда, когда их объединенная армия уже приступила к штурму тогда еще неукрепленного Мариуполя, а не тогда, когда украинские каратели безжалостно обстреливали и бомбили Донецк, Луганский, Славянск? Почему Путин позволил Украине украсть российского газа на 5 миллиардов долларов, что позволило отсрочить энергетические и экономические кризисы на Украине, а также найти средства на перевооружение и закупку новой техники для вооруженных сил Украины? Почему Путин решил вернуть Украине оружие и технику с самого вооруженного региона Украины, из Крыма? Ведь он не мог не знать, что они будут использованы для перевооружения вооруженных сил Украины, а значит против населения Юго-Востока. Почему Путин озвучил так много речей и обещаний, русский мир, своих не бросаем, пусть только попробует, а в итоге позволил сделать из самого пророссийского региона русское Сомали? Ну еще отметим, что у нас Сбербанк соучаствует в финансировании украинской армии, что предприятия главы киевской хунты Порошенко продолжают работать на территории России, и по сути дела в условиях войны ведется торгашеский сговор по поводу цен на газ и по поводу транзита газа с группировкой, которая захватила силы государственную власть в Киеве. В Новороссии прошли выборы. 2 ноября на территории Донбасса, неподконтрольных украинским властям, состоялись выборы. Выбрали руководителей самопровозглашенных, как их теперь называют, республик. Победили, разумеется, действующие руководители ДНР и ЛНР. Почему? Потому что во время войны не могут происходить какие-либо реальные выборы, не может быть политической конкуренции. Во время войны необходимо сплочение и единоначалие. Поэтому результаты выборов заранее известны, и не стоило их проводить. Необходимо было объявлять военное положение, военную диктатуру, и объявлять военным диктатором того или иного лидера. Лучше было бы единого лидера для Новороссии. А если уж проводить какое-то голосование, то только в виде плебисцита, который поддерживает решения, принятые, скажем, полевыми командирами, вместе с прежними депутатами, которые были по каким-то там правилам, хоть каким-то выбранные представительные органы. Критики указывают, что в избирательной бюллетене были лишены защиты, что голосовать при желании можно было более одного раза, что в некоторых случаях избиратели голосовали без паспортов. В ДНР при этом участвовать в выборах позволили иностранцам, воевавшим за ополчение. Организаторов обвинили в том, что они заманивают людей на избирательные участки дешевыми продуктами. Действительно, там есть нечего, поэтому лучше пусть люди придут в места, куда они все равно должны приходить, для того, чтобы поддержать сопротивление киевской хунте и раздать им продукты. В Донецке в день выборов устроили распродажу овощей по символическим ценам и завлекали социальными картами. Такие карты в день голосования раздавали на территории Луганской Народной Республики. О непризнании выборов заранее объявили представители США и Евросоюза. Конечно, это были не выборы, это был плебисцит, и человеку вменяемому это понятно. Лавров, когда у него спросили, чем для России являются ДНР и ЛНР, ответил, что это территории, население которых категорически отказалось смириться с вооруженным переворотом и его последствиями. Странная формулировка для дипломата. Видимо, дипломатический язык уже совсем отказывает у Лаврова. Профессиональная дисквалификация там уже прошла давным-давно. Результаты референдумов, проведенных в Донецке и Луганске, российская сторона, по его словам, уважает. Вот такая формулировка. И потом в заявлении МИД такая же формулировка была использована по итогам выборов. Уважает. Уважает российская власть. Больше ничего. Ну вот о кризисе. Немножко о кризисе. Розничные цены на моторное топливо, бензин и дизельное топливо пятого класса в 2015 году могут вырасти сразу на 3 рубля. А в 2016-2017 годах еще на 1,6-1,8 рубля за год. К этому приведет более масштабное, чем планировалось, повышение акцизов. Ну то есть просто залезают в карман. Просто залезают в карман автомобилистов уже и так за предельные цены на бензин. Они еще повысятся. В Госдуму внесены поправки в налоговый кодекс, дающие муниципалитетам право вводить региональные сборы с предпринимателей. Поздравляю предпринимателей. Это как раз их режим. Они же его поддерживают. Путина поддерживают. Владельцы прачечных, парикмахерских и даже платных туалетов всего больше 20 видов услуг, начиная с 2015 года, раз в квартал будут платить от 6 до 600 тысяч рублей. Причем ставки могут быть повышены в 10 раз. Еще раз поздравляю предпринимателей. Продолжайте дальше поддерживать своего кумира и топить нашу страну. Левада-центр тут разразился неким аналитическим материалом, в котором сказано. Сейчас примерно 20% россиян хотели бы работать за границей и 15% учиться. Среди молодежи таких и в том и в другом случае уже почти 47%. Ну невозможно жить в России. Люди думают, как бы отсюда смотаться. Не могут, конечно, по большей части. Говорят, что желали бы жить за границей 9-10% всех россиян и 30% молодежи. Но это заявление в реальности действия подготовки к отъезду предпринимает гораздо меньше людей. Гораздо меньше людей. Люди готовы к выражению чувств, но вряд ли к каким-то действиям и поступкам. Действительно, как переехать в чужую страну? Надо учить язык. Это дело далеко не простое. И дело не одного года. Плюс никто там не ждет и никто там не предоставит работу. Не переедешь. Была бы возможность. Разбежались бы из России все. Слава Богу, что есть хотя бы языковый барьер. Население России демонстрирует очень высокую поддержку Путину на словах. Реально в делах ее выражать не может. Кроме какой-то на карнавал в центре Москвы, наверное, действительно никакой поддержки оказать просто невозможно. Потому что все остальное такая трясина, такая грязь. Куда вступать нормальному человеку совершенно невозможно. Количество людей, которые считают, что Крым следует возвратить Украине, менее 15%. Но это очень много. Многие действительно поверили, что состоялось превращение России снова в великую державу. Ну, напрасно поверили раньше времени. Рейтинг Путина – это вовсе не показатель оценки его деятельности. Это действительно так. Это действительно так. Он показывает то, что президент для большинства населения становится неким символическим объединяющим центром. Ну, кого еще прославить за присоединение Крыма? Ну, вот те, кто действительно многие годы боролся за воссоединение Крыма с Россией, они же никому не известны. А Путин известен всем. Вот Путин присоединил Крым. А то, что он подавлял все русское национальное движение, которое требовало воссоединение страны, об этом просто позабыли. Да и знает ли об этом обыватель хоть что-нибудь? Да ничего, абсолютно не знает. Знает только одного Путина. Если есть повод для радости, то всем в этой жизни мы обязаны, конечно, Владимиру Владимировичу. В условиях, когда кругом враги, происходит концентрация вокруг этого центра в лице Путина. Боятся ли россияне, что власть перейдет к массовым репрессиям? По данным за июль, в той или иной мере этого опасались около половины россиян. Вот так-то. А произволы властей беззакония еще больше, около 60%. Поскольку с внешним врагом власть не собирается бороться, она будет бороться с внутренним врагом. А внутренний враг – это весь русский народ. Ну, а в особенности русские националисты, патриоты. С ними как раз Владимир Владимирович и будет бороться. Ну, вот тут тоже к Дню народного единства высказывания Путина. Русь в 1612 году, оказывается, освободили вовсе не русские люди, и даже не православный народ, а некие люди разных национальностей и разного вероисповедания. Ну, видимо, вот этот бред, который произнес Путин, потом разнесся в виде шелеста на митинги, которые проводили в центре Москвы. Вот эти самые разнообразные наемники всех мастей и действительно всех национальностей, за исключением русских. Также Путин подписал закон, которым вводятся штрафы за публичную демонстрацию, избыт атрибутики или символики организаций, которые сотрудничали с фашистами, либо не признают приговор Нюрненского трибунала. Я вообще не признаю приговор Нюрненского трибунала, потому что это не правовое было решение, никакого международного права в виде законов не существует. Преступников должны были судить национальным судом, либо судом тех государств, в которых совершалось преступление, либо национальным судом Германии. Нюрненский трибунал – это вообще неизвестно что. Это законы, придуманные к случаю. Поэтому в эту чушь собачью говорить о том, что есть некие организации, которые не признают Нюрненский трибунал, и поэтому их символику нельзя демонстрировать. Но это опять наступление на историю. Это проамериканская позиция, полностью проамериканская позиция. Что касается организаций, которые сотрудничали с фашистами, ну мало ли сначала сотрудничали, потом отказались от сотрудничества, прозрели и так далее. Ну вот, насколько это нелепость, постоянно попытка перелицевать историю, как-то подмять ее под себя, потоптать. Владимир Путин вообще очень любит потоптаться на русской истории, но вот здесь он еще и на истории мировой потоптался. Вместо того, чтобы переоценить Нюрненский трибунал, как, в общем-то, профанацию, ну вот, теперь на законодательном уровне пытаются закрепить абсолютную истину Нюрненского трибунала. Получается, что вообще даже исследовать вопрос о том, что там происходило на Нюрненском трибунале, невозможно, ибо теперь это опасно, поскольку эти исследования вступают в противоречие с подписанным Путиным законом. Ну вот судьба. Судьба. Утонул бизнесмен, не просто бизнесмен, а сын. Сын Сергея Иванова, главы администрации, президента Путина. Все под Богом ходим, не только у простых граждан случается горе в семье, но и у таких людей, которые считают себя сильным мира сего, руководят Россией, как они думают, а всеми руководит Бог. Поэтому Бога не надо забывать, господин Иванов, не надо забывать Бога. Вот может быть это напоминание вам о чем-то. Имя старшего сына, главы администрации, президента, уже не раз попадало в СМИ. В 2005 году разразился скандал вокруг уголовного дела в ДТП, участником которого был Александр Иванов. Тогда он сбил на пешеходном переходе 68-летнюю пенсионерку. Она скончалась на месте. Экспертиза пришла к выводу, что Иванов был трест, скорость не превышал и не имел технической возможности предотвратить наезд на пешехода. В итоге, спустя полгода после аварии, правоохранительные органы закрыли дело. Ну, видимо, Александр Иванов забыл, что Бог существует. Ну, вот таким образом его призвали к ответу. Ему было всего 37 лет. Работал он в банковской сфере с 2002 года. Начал в ДТП, затем в Нешэкономбанке. И в юном возрасте быстренько взлетел по административной лестнице банковской системы. Почему? Ну, потому что он сын. Потому что он сын. Не потому что у него какие-то выдающиеся профессиональные качества. Ну, вот, кончилось это крайне печально. Приносим свои соболезнования. Но прежде всего приносим соболезнования России. Потому что у нее такая банковская система, такие банковские работники, такие вот автомобилисты, которые убивают на дорогах. И такие вот работники администрации президента, которые забыли, что такое Россия. Забыли, что Бог всех блюдет. Они решили, что, видимо, блюдет всех Путин. Ну, вот, Путину не дано решать вопросы жизни и смерти. Не в его этой власти. Слава Богу. Когда русские собираются, они любят поговорить про евреев. Ну, нас евреи не очень интересуют. Нас интересует деятельность иудеев в нашей стране. А иудаизм – это очевидный и самый яростный противник христианства, противник православия, традиционного христианства, истинного, корневого. В Воронеже торжественно открыли крупнейшую синагогу в России, площадью более 600 квадратных метров. Синагога была в Воронеже построена раньше, чем в Москве, в 1904 году, и действовала 19 лет. В 1923 году большевики реквизировали ее богатое убранство, а в 1937 году закрыли. Лишь в 1999 году бывшую синагогу, за десятилетия пришедшего в упадок, вернули еврейской общине города. Капитальная реконструкция здания обошлась в 2 миллиона долларов. Ни много, ни мало. Работы проводились при поддержке Российского еврейского конгресса, областных властей, между делом, крупных российских меценатов и Почтического совета Воронежской еврейской общины. Значительную часть средств на ее реставрацию представил известный российский предприниматель Герман Хан, член бюро Российского еврейского конгресса. В Воронежской области, согласно официальным данным Российской переписи населения 2010 года, проживает 910 евреев, ровным счетом. На них вот 600 квадратных метров. Можно себе представить, какие площади должны были бы возникнуть у русских православных людей, если бы вот так примерно считали, где-то пусть полквадратного метра на человека, на одного верующего. Это если прикинуть там примерно миллионов 50 православных верующих, можно себе представить, что вся страна была бы утыкана православными храмами. У нас в первую очередь, конечно, помогает при строительстве синагог, кому же, как не синагогам помогать, и где же им размещаться, если не на местах традиционного проживания русских людей. На 910 евреев, громадная синагога стоимостью 2 миллиона долларов и площадью 600 квадратных метров. Вызывает это какие-то нехорошие мысли и подозрения. Обычно в средствах массовой информации публикуют опровержения. Но вот некоторые пояснения в связи с прежней публикацией, посвященные научным достижениям, мы дадим... Речь идет о генераторе Росси, о котором мы рассказывали в прошлый раз. Пришли некие поправки на этот счет. Конечно, речь идет не в нашей публикации, не о выделяемой мощности, а о той полезной работе, которую генератор Росси проделал за несколько часов. Потому что, конечно, мощность мерится в ваттах, так же, как любую лампочку возьми, на ней написано 100 ватт, 60 ватт, 40 ватт. Это мощность, то есть работа в единицу времени. Здесь же речь шла об общем тепловыделении от генератора размером с карандаш в течение многих часов. И, по сути дела, потенциал вот этого карандаша, который мы называем генератор Росси, он и был приведен в нашей публикации. Не мощность, а общее энерговыделение, которое получилось в результате эксперимента. Общая установка генератора Росси – это такой набор вот этих карандашей с никелевой стружкой или никелевой пылью, которая насыщается водородом, и там еще какие-то секретные добавки, позволяющие ввести некую трансмутацию, как пишет Росси, и то, что как раз вызывает большие подозрения у профессиональных физиков. Ну, Росси – это изобретатель, а не физик, поэтому он пытается как-то своими словами объяснить то, что у него получилось. Вот профессура пытается проверить, действительно ли этот генератор реально работает, а не представляет собой какой-то фокус. Пока опровержений нет, пока работает. Я думаю, что если в ближайшие годы начнется продажа этих генераторов, все вопросы закроются, каждый, кто захочет поэкспериментировать, купит такой генератор и запустит его, посмотрит, каково энерговыделение за определенное время. В России тоже была проведена конференция, где демонстрировали результаты опытов, конечно, не в яве, а в виде публикации, в виде картинок, в виде графиков, которые были в каких-то иностранных источниках. Ну, по крайней мере, российской научной общественности известно, что появилось некое устройство, и вот оно дает невероятное энерговыделение, условно холодный термояд. Возможно, это фальшивка, возможно, это мистификация, но пока опровержений нет, пока, наоборот, идут одни только подтверждения. И если эти опровержения не состоятся, если реально генератор РОСИ станет на массовое производство, то мы, наверное, придем к тому, что нефтегазовые запасы Российской Федерации в ближайшем будущем не будут нужны никому, ну, или, по крайней мере, в значительной мере, их поставки будут свернуты, в качестве топлива они использоваться не будут. Редактор субтитров А.Семкин